Музыка Народные песни в семье депутата законодательного собрания Константина Захарова в исполнении дочерей звучат нередко. В этом доме в принципе чтут русские православные традиции. Сам он был крещен в глубоком детстве. Крести детей это было очень не модно, это было сопряжено с риском закончить свою карьеру по работе. Поэтому всю ответственность за это действие на себя брали бабушки, сейчас моя бабушка. Бабушка, вспоминает Константин Юрьевич, увезла его из Ташкента в небольшой город, где и окрестила. Родители узнали об этом позже и отнеслись спокойно, поскольку сами были крещены также в детстве. Но их семья, как и все в Советском Союзе, не была выцерковлена. Всю мою жизнь Бог сопровождал зримо-незримо. Но были такие моменты яркие, в том числе и в детстве, когда я еще в школу не ходил, но болел достаточно сильно. И врачи помочь не могли. Бабушка меня водила в церковь. И я этот эпизод на всю жизнь запомнил, когда после одного из молебнов, водосвятных, одна из матушек дала бабушке три свечки и сказала, что пусть он дома хотя бы зажигает свечки, раз молитвы не знает. И вот я, значит, эти свечки, а интересно, ночью свечка горит, как ребенок, это было забавно. Вот я их зажигал и своими словами Бога просил. Вот. И я вылечился. Были в жизни Константина Захарова случаи, когда все могло закончиться трагедией, но Бог спасал. Выцерковление проходило уже в зрелом возрасте и вместе с супругой Натальей. Еще здесь, конечно, немаловажную роль сыграла Костина мама, моя свекровь. То есть она человек глубоко воцерковленный, и она нас очень аккуратно подводила к тому, что брак должен быть венчанный. Ну, конечно, с Богом жить легче, это безусловно, потому что, во-первых, те заповеди, которые даны, то есть если их соблюдать, это то основное, что нам заповедало на Богом. Поэтому, когда вот мы повенчались, конечно, жизнь изменилась, мы понимали вот всю серьезность того таинства, которое произошло, потому что, как бы, это же семья, то есть это все дети завязаны вот в этом союзе. И то, что мы совершаем, какие поступки, все отражалось на детях. Поэтому, как только какие-то нарушения происходили, там, пост не соблюдали, там, еще что-то, это было сразу видно на детях, то есть в их поведении они начинали болеть. То есть и все причины были абсолютно ясны. Поэтому, когда вот мы ступили на этот путь, дороги уже обратной не было. То есть нужно было только укрепляться, идти, и мы понимали, что с этим легче жить на самом деле. То есть Господь помогает, когда просишь. С опытом начинаешь понимать, что ты получаешь мощнейшую программу правильности, правильности, как жить, и самое главное, как жить нельзя. И эта программа, она всю жизнь, так сказать, спасает и помогает в трудные минуты. Главное вот этого захотеть, поверить, и помощь обязательно будет. Потому что Господь всемилостив, это та истина, которая нам дана для спасения. Когда вот мы начали воцерковляться, то я здесь услышал о совершенно иных моделях, о совершенно иных принципах подхода к строению семьи. И вот так сложилось. Мы считаем не целью нашей жизни, что там четверо детей или пятеро, а само собой так получилось, что их стало четверо. Сын Георгий заканчивает 11 класс, серьезный юноша, думает поступать на факультет международных отношений в МГУ. Мария, старшая из трех дочерей, умница, красавица, спортсменка. С одного взгляда не пересчитать количество завоеванных ей медалей. Оля и Анечка, средние и младшие дочери, занимаются иностранным языком и вокалом. Все четверо вместе с родителями ездят на литургии, причащаются и соборуются. Своих детей Захаровы воспитывают личным примером, без нравоучений. Демонстрируют взаимную любовь, прощение, помощь. Константин Захаров называет это Евангелие в действии. В их семье царит атмосфера доброжелательности. Важно, наверное, чтобы в них была заложена некая система ценностей, которая позволяет им самим находить ответы на вопросы, которые перед ними будут неизбежно ставить в жизнь. Когда вы в храме, неважно, какой у вас общественный статус, бедны вы или богаты, перед Богом все равны. Глубокое заблуждение думать, что церкви и храмы нужны только для стариков. Сейчас на литургии приходят все больше молодых прихожан. Приходят с семьями, с пожилыми родителями и детьми. Духовенство отмечает, в людях все больше ощущается потребность жить по законам Божьим. Ярким примером тому служит православная семья Захаровых. О ее главе Константине Захарове священнослужители говорят с благодарностью и почтением. Приходит на память известное вальницкое выражение, что дерево узнается по плодам. Прекрасная семья Константин Захарович, его супруга милая, мудрая Наталья, они вместе воспитывают детей, замечательные дети, умные, почтительные, верующие. Уходят в храм, споются, подчищаются всей семьей. С другой стороны, старшее поколение, то есть мама Константин Юрьевича Ольга Максимовна, как он говорит, молитва матери насколько сильна. Конечно, в том, что каким стал Константин Юрьевич, это большая заслуга его родителей, мамы, отца. Недаром Константин Юрьевич всегда с уважением вспоминает об отце, считает его память. Всегда в день рождения и в день его кончины он приходит в храм, чтобы послужить панихиду. И, собственно, этот храм замечательный, он во многом обязан вот этой такой вот доброй памяти Константин Юрьевича о своем отце. Мой отец, значит, он, царство ему небесное, значит, сейчас упокоился, и вот он умирал под как раз иконой взыскания погибших. То есть, когда к нему приходил батюшка, исповедовал его, он оставил ему эту икону. Но мы знаем, случайностей не бывает. Храм в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших в Челябинской и Златоустовской епархии считается самым красивым. С каждой стороны прихожанам открываются новые объемы и декоративные элементы храма. Один из них – уникальная мозаичная икона Божьей Матери взыскания погибших. Она сделана по старинной технологии из вареного стекла. Белокаменная церковь пока является единственной на Южном Урале образцом шатровой архитектуры. Построена в начале 21 века на окраине Челябинска силами собственников завода «Теплоприбор», где с 97-го года в должности замначальника отдела начинал работать Константин Захаров. Спустя 10 лет и по настоящее время Константин Юрьевич – председатель Совета директоров этого завода. Первая идея, которая пришла, это все-таки на месте памятника Ленину, который там стоял и который нужно было уже реставрировать, разрушился постамент, поставить православный крест. Потом эта идея трансформировалась в поставить небольшую часовинку. А уже когда речь зашла о часовинке, и мы начали встречаться с батюшками, нас стали надоумливать на то, что если в часовинке еще пристроить маленькую аппсидку, это уже будет небольшой, но храмик, там уже можно справлять все таинства церкви. А так постепенно Господь вел, и когда мы уже искали архитектора на храм, нас Господь в Москве свел с известным архитектором, сегодня уже известным Андреем Манисимовым. Для него это был один из первых храмов шатрового такого зодчества. Мы очень хотели, чтобы внутри храма было обязательно баптистерить, то есть место, где бы людей крестили полным погружением. И вот под наши эти все заказы, требования, значит, рождался тот проект, который сегодня достаточно уникальным является не только для Челябинской области, но и для России, который в районе ЧМЗ был реализован рядом с нашим заводом в виде храма взыскания погибших. Если ты не жальничаешь и не скупишься, то и действительно твои плоды будут видны всем, и эти плоды принесут тебе пользу. Храм Георгия Победоносца в селе Беспаловское Челябинское, область старинный русский храм, построенный еще до революции на средства прихожан, в основном богатых чутнярских купцов. Это второй храм после взыскания погибших, в восстановлении которого принимал участие Константин Захаров. Службы в нем проводились достаточно долго, значит, при советской власти до начала Великой Отечественной войны. И вот где-то уже в 42-43-х годах, по свидетельству местных жителей, прекратились службы в этом храме. Колокола со слов местных жителей были сняты и отданы на переплавку для нужд фронта. И постепенно храм трансформировался в зернохранилище. С 90-х годов фактически это все было заброшено. И к моменту восстановления здесь уже обрушилась крыша, и стены начали разрушаться. Внутрь храма заходила скотина, и душа кровью обливалась. И последней каплей уже было то, что местная власть, конечно, искала способ, как то имущество, которое осталось, использовать правильно. И уже прошел слух, что, значит, кто-то из свердловских предпринимателей хотел выкупить стены этого храма для создания здесь культурно-досугового центра в Вильдинской зоне. Как бы вот здесь же много отдыхающих летом. Но это вот подтолкнуло нас к более активным и решительным действиям, чтобы начать восстановление храма. У меня особые слова благодарности руководству Челябинского металлургического комбината. Я обращался к Сергею Стасичу за помощью, и вот получил поддержку, то есть и благодаря его поддержке, и Мечилу, мы восстанавливали этот храм тоже. Сейчас продолжается процесс благоукрашения храма. Два года назад храм Георгия Пробедоносца освящал Владыка Иов. В своей проповеди он отметил, «Для нас, служители алтаря Господня, является радостью, что именно люди через храм Божий могут духовно совершенствоваться и получать то, что так необходимо для этой жизни и для жизни будущей, вечной и Царства Небесного». Конец цитаты. Слава Богу, что такое происходит, и как можно чаще такое будет. У нас целых три храма, получается, в области, как минимум, теперь носят имя Георгия Пробедоносца. Я думаю, что это очень знаменательно. Я думаю, что и скаутское движение, и православие будут развиваться теперь усиленными темпами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова